Хололей, с вами Кент ПК. Здарова всем ребятки, я Кент ПК на проводе и прямо сегодня мы будем смотреть самую лучшую реализацию обновления 0.14.0. Я вам скажу так, вы такого не видели и скорее всего не увидите, потому что это просто охренеть как круто. Поэтому если ты ждёшь обновления прямо сейчас, ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну а мы начинаем. Я вам скажу только одно, это шедевр. Давайте, смотрите, как можно быстрее, посмотрите на эту яркую, красивую, красочную загрузку. Честно говоря, очень давно такого не хватало в стенд-оффе, ну посмотрите, вау, просто кайф, посмотрите на обновлённое меню. И самое-самое главное, сейчас я вам покажу, вот я как ютубер, для меня это очень важно. Ребятки, вот тут вот есть раздел ютуб, то есть ты сюда нажимаешь и там ты можешь увидеть, например, видеоролики Кент ПК, да это же обалдеть, как круто. Также, ребятки, мы видим, где отображается статус онлайн или оффлайн, сверху. Что же мы видим дальше? Ребят, я плавно перемещаюсь, оп, ланджи плавно перемещаюсь, и я тут вижу фрей пасс и голд пасс. Ребят, вы все понимаете, что это опять донатерская коллекция. Да-да-да, их добавляют с каждым обновлением, ну надо же как-то разработчикам кушать, правильно? Поэтому это фрей пасс, это голд пасс. Тоже знакомьтесь. Попрошу обратить ваше внимание на эту подсветку. Честно говоря, я хз, что она означает, потому что тут красная подсветка, тут зелёная. Я не понимаю, почему она разных цветов. Но, тем не менее, это тоже очень круто, и как вы думаете, что это такое? Напишите ваше предположение в комментарии. Ну что же, господа, смотрим дальше. Я себя перемещу вот сюда. Так, ага, ага. Да, видите, сверху сообщение начинает приходить. Сообщение, дай голды. Вот это у меня такие сообщения. Дай голды, го, го дуэльки, НТПК, ТНУП. Получается, если мы нажимаем на вот эту кнопочку, Донт Дистрюб, что означает не беспокоить, мы можем сделать режим не беспокоить. Просто нажимаем вот сюда, и если у меня будет, грубо говоря, светиться красным, то получается, никто не сможет мне писать сообщение. И теперь я понимаю, почему у Вели подсвечивается красным, и у Мамонта. Потому что у них режим не беспокоить. И честно говоря, я готов кланяться вот этому разработчику, если всё это добавят. Я не знаю, я готов ноги целовать, блин, как же этого не хватает. Как же мне надоели эти сообщения, которые я нажимаю на минное поле. Если я промахиваюсь, то я вылетаю нафиг. Кстати, 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 ребят, это очень круто. Это раздел новостей, и, как я понимаю, в этом разделе будут публиковаться все новости, связанные со стендоффом и с киберспортом. Это будет большой толчок, такой толчок под зад киберспорту. Типа, ну мы тебя уже пиарим в игре, давай развивайся. Поэтому, ребят, если всё-таки будет, будет очень круто. Так, ну что же, ну а прямо сейчас мы, ребятки, увидим надпись, что первый сезон завершён, и то, что нам осталось совершенно немного до звания Феникс. Ну, как я понимаю, это всё сделано для новичков, потому что мы с вами-то понимаем, что такое калибровка. Но если парень зашёл первый раз в игру, то для него есть вот такая вот инструкция, где показывается, сколько ему надо нафармить опыта, грубо говоря, чтобы получить какой-либо ранг. И, как по мне, ребята, это очень круто и очень-очень классно. Блин, просто обалдеть. Я хочу, чтобы всё это было в игре. Так, 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 ну что же. Что же мы с вами дальше видим? Мы с вами видим то, что каждый ранг будет даваться серебро или стикерпак, или ещё что-то. То есть, как по мне, ребят, это очень круто и очень классно. Потому что, ну представьте, парень какой-то апнул глобова, а это реально очень-очень тяжело. И ему дали там, например, 100 голды. Это было бы классно. Но есть одна проблема. То, что чем больше будет давать голды, то тем больше будет читеров, которые захотят нафармить себе бесплатно голду. Поэтому тут надо подходить к этому вопросу с умом. Потому что это, ребята, довольно-таки сложно. Также мы видим сверху надпись второй сезон. Это просто обалдеть. Так, а это какие-то стикерпаки. Стикерпаки ХЗВ. Блин, ребят, слушайте, ну прям-прям обалдеть как круто. Очень круто. Также есть вся информация про текущий ранг и сколько вам осталось нафармить очков до следующего ранга. Это было бы очень удобно. Потому что я не понимаю. То я голд 4, то я голд 3, то я голд 2. Как понять, блин? Так, а вот это топ игроков. Это топ игроков. Вау, 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 вау. Ребята, нету слов. Топ игроков. Кстати, это было бы круто. На первом месте добавили, конечно же, кент АПК. Это был бы на первом месте с большим отрывом. Конечно же, ребят, я шучу, но это было бы очень классно. Как мы видим, на первом месте парень Инви. На втором нот Броукен. Но, конечно же, мы понимаем, что на самом деле... Ну, в игре. На первом, на втором, на третьем, на четвертом, на пятом месте будут читеры. Самое главное, это пофиксить читеров. Пока читеров не исправят, пока их не удалят. Ничего этого можно вообще не добавлять. Потому что смысла просто-напросто не будет. Блин, ребят, очень круто. И вы посмотрите, награды. То есть, чем выше у тебя место, тем больше ты получаешь награды. 25 тысяч голды за первое место. Обалдеть. Также, результаты прошлого сезона. Тут есть Проникс, Лондон и Нот Броукен. Так, 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 ну что же, смотрим дальше. Пока что, ребята, я в шоке. Потому что все очень красиво, очень классно, очень правдоподобно. Так, что же мы сейчас, ребятки, увидим с вами? Так, готовьтесь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, фильтры, фильтры. Фильтр по качеству. Ё-моё, фильтр по качеству. По цене, наверное, да? Также можем найти необходимый предмет. Ну, ребята, вы меня удивляете. Ну, просто красавчики, мое уважение. Снимаю перед вами шляпу. Так, ну что же, смотрим дальше. Да-да, смотрите, фильтр есть по новизне, по качеству, по наклейкам. Вау, вау, вау. Не, вот это реально круто. Вот это реально крутяк. У меня даже нету слов. Так, а что мы видим? Рынок, как обновили рынок. А, вот-вот-вот, смотрите. Смотрите, один важный нюанс. Ага, смотрите, добавили с наклейками. То есть, если вам нужны наклейки, вы ставите фильтры с наклейками и просто покупаете сразу нужный скин с наклейками. Для меня этот фильтр очень сильно нужен был бы, потому что я постоянно на стримах покупаю скины с наклейками. Также сверху тут можно сразу выбрать АКР-20 Railgun Star Trek. Ребята, честно говоря, ну вот это реально все для людей. Просто упрощает нам с вами жизнь. Я хочу, чтобы все это добавили. Просто хэштег добавьте пыжи. Так, ну что же, прямо сейчас мы смотрим, как все это работает. Как видим, работает отлично. Ставите галочку с наклейками и показываются скины с наклейками. Выбирайте Star Trek и показываются Star Trek. Так, смотрим дальше, смотрим дальше. Ребятки, готовьтесь, сейчас будет что-то интересненькое. Да, 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 это статистика кланов. Ребят, обратите внимание. На первом месте Horizon, на втором месте Team Elevate и на третьем месте Excellent Gaming. Это очень круто. То есть, тут мы видим статистику кланов. Слева мы видим наш клан, все как обычно. А справа мы видим, мы видим клановые войны. То есть, мы можем начать битву. Мы можем посмотреть статистику. Мы можем нажать магазин и можем посмотреть наши сезоны. И самое главное. У клана есть звание. То есть, походу, клан тоже будет проходить калибровку, как и мы, и с вами, как и обычные игроки. Я просто не могу в это поверить. Ну, это бред. Как? 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 Это гениально. Это просто гениально. Так, ну что же, ребятки, давайте смотреть дальше. Нажимаем кнопочку подробнее. И тут мы видим список всех кланов. И смотрите, и тут даже будет даваться приз. То есть, если ваш клан на первом месте, вы можете получить 125 тысяч голды. Но, походу, опять же, на первом месте будут только кланы читеров, ребят. Ну, это уже дефолт. Это клановые войны, смотрите. Тут мы выбираем количество игроков. Выбираем, сколько будет игр. И выбираем карту. Вау, вау, вау. О, ребята, да как же все это классно. Как же все это правдоподобно. И я уже хочу забить кому-то стрелу. Первый клан, кому я забил стрелу. Это знаете, кто будет? Это будет, наверное, клан Хоразин. Да, Хоразин. Поэтому ждите меня. Так сказать, мы с вами разберемся. Так, 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 так. Посмотрите, есть кнопочка наблюдать. То есть, вы можете прямо нажать на вашего друга. И посмотреть, на что он способен. И посмотреть, как он играет. Блин, ребят, ну это было бы круто. Также вы видели обновленное загрузочное меню. Посмотрите, вот это, вот это. Вау, вау, очень круто. Блин, ну слушайте, классно, классно, классно. Так, что же мы тут видим? А, мы тут видим, что можно прямиком с игры зайти в инвентарь. И надеть любимый скин. Это, ребята, очень классно. Также соотношение сторон. Это сделано специально для айпадов. Отвечает специально для айпадов соотношение сторон. Просто все, у кого айпад, кланяйтесь. Просто если все это добавят, это будет очень-очень классно. И самое главное, очень даже удобно. Блин, ребята, слушайте. Это прикольная тема. Грубо говоря, сходить в инвентарь прямо с игры. Что же мы видим дальше? Дальше мы видим голосовую команду. То есть прямо сейчас вы нажимаете на кнопочку голосовой команды. Вот они, вот они, вот они. И мы видим. Атакуем точку А, атакуем точку Б. Оставайтесь здесь. Я на разведку. Сектор чист. Все ко мне. Я бы еще добавил бы команду справа лох или справа нуб. Ну че, если так пару фул, пару фул добавил бы. А че, прикольно. Граффити, граффити. Иди сюда, граффити. Вы что, блин, не будете граффити? Да граффити, это, блин, смысл жизни. Особенно было бы классно, если бы можно было добавлять свои граффити. Я бы давал бы свое лицо. Какое-то с превьюшки, типа такое. Было бы прикольно. Ну а дальше мы выходим в главное меню. И, ребятки, мы видим. Вы сейчас просто обалдеете. Новый режим. Пацаны, ща вы просто обалдеете. Новый режим под названием тренировка. Да-да-да, вы все это просили. Потому что каждый из вас хочет стать проигроком. А как же стать проигроком? Надо тренироваться. И где же лучше все тренироваться? На режиме тренировка. Посмотрите. То есть мы берем наш АКР и просто-напросто стреляем по мишеням. Ребят, честно говоря, это очень хорошо. И это очень хорошо бы увеличило наш АИМ. Посмотрите, какая классная карта. Блин, ребята, как вообще все это сделали? Я не понимаю. Но это очень-очень круто. Ну что же, в принципе, на этом все. Ссылочку на канал автора я оставлю в описании. Потому что он молодец. Он проделал огромную работу. И ему огромный респект. Также, если вам нужен халявный нож или халявная голда. Ссылочка на мой телеграм-канал в описании. Переходи туда, участвуй. И, возможно, именно ты все это получишь. Ну а с вами был ваш Скин Туга. Всем удачи и всем пока.